Продолжение следует... Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если слышите и видите меня хорошо. Прекрасно. Спасибо. Я рад вас снова приветствовать на наших вебинарах. На прошлой неделе так сложились обстоятельства, что я был в командировке и не присутствовал на тех вебинарах, которые проходили. Но я думаю, что посмотрел записи вебинаров, я думаю, что они прошли удачно. И все было нормально и без меня. Значит, те сертификаты, которые надо было выписать за прошедшую неделю, я отправил. Если у кого-то не дошли сертификаты, то это... Во-первых, посмотрите, пожалуйста, в папке спам. Иногда получается, что они туда попадают. Если нет, напишите, пожалуйста, мне лично, и я тогда посмотрю, в чем загвоздка. Вот. Ну что ж, давайте тогда приступим к нашему сегодняшнему вебинару. Он будет не очень короткий. Не очень длинный, прошу прощения. Он будет достаточно короткий сегодня. Я думаю, что мы уложимся где-то минут в 40, а может быть и в 35. Продукт, о котором мы сегодня будем говорить, он достаточно прост в управлении как читателями, так и библиотекарями. Но, тем не менее, давайте начнем, приступим. Итак, я представляю вам специальный библиотечный проект компании Direct Media, который называется «Библиотека Non-Fiction». Библиотека Non-Fiction – это один из вариантов электронной библиотеки, которые у нас существуют. Напоминаю, что основной наш продукт – это университетская библиотека онлайн. Продукт для вузов. Есть также продукт для школ, который называется «Библиошкола». Корпоративный наш продукт тоже существует. И вот этот продукт называется «Библиотека Non-Fiction». Он предназначен для публичных библиотек и подразумевает те модели потребления и те модели ценообразования, которые удобны именно библиотекам публичным. Ну что ж, давайте пару слов скажу. Итак, наш продукт называется «Библиотека Non-Fiction». Почему она так называется? Этот продукт содержит в себе в основном книги направления Non-Fiction. Некоторое количество учебников, но это скорее не вузовские учебники, а такие общие. Это литература научно-популярная. И некоторые другие жанры есть. Есть немного и художественной литературы из неправной литературы прежних времен, но об этом отдельно поговорим. На платформе собрана воедино коллекция большинства жанров нехудожественной литературы. Книги представляются по модели комплектования по требованию, и об этой модели мы поговорим чуть позже. Доступ представляется как со стационарных компьютеров, так и с мобильных устройств. Об этом я тоже расскажу чуть позже, как воспользоваться этим. Доступ к библиотеке осуществляется через следующий адрес. LibBiblioclub.ru Давайте я его сейчас попробую воспроизвести в... Так, одну минутку я заранее не подготовил ссылку. Поэтому чуть-чуть придется подождать. Так, вот она эта ссылка. Можете ее прямо сейчас открыть, если есть необходимость. Посмотреть, что там и как, в большинстве случаев, можно даже не имея аккаунта. На уровне первоначального ознакомления без аккаунта вы можете посмотреть, искать книжки, не можете только их читать. Но, разумеется, и функции библиотекаря тоже не реализованы в этом случае. Поэтому, если вас интересует данный проект, надо подписаться на пробное включение сделать. Это несложно. Я вам объясню в конце вебинара, как это можно сделать. Ну, вот так вот выглядит главная страница. Тут ничего необычного. Это, в общем, даже проще, чем любой другой наш продукт. Вот на самом верху находится поиск. Разумеется, поиск для современной библиотечной системы – это главный. Это основной способ подбора литературы для чтения. Ну, снизу, тем не менее, находится стандартный рубрикатор, где можно посмотреть книги по рубрикам, по направлениям. Библиотека содержит свыше 50 тысяч специально отобранных изданий литературы в жанре нон-фикшн от более чем 300 издательств России, Белоруссии и Украины. В общем, все, что выпускается на русском языке, это подходит к нам, и мы отбираем эти издательства и эти книги для нашей библиотеки. Фонд библиотеки нон-фикшн изначально рассчитан на широкий читательский интерес и содержит книги по различным тематическим направлениям – научно-популярную, деловую, образовательную, познавательную литературу. Ну, вот я хотел бы сказать, что мой опыт поиска книг в библиотеке нон-фикшн, например, я там находил те книги, которые, будучи студентом, не мог найти уже тогда в букинистических магазинах. Например, мне очень нужна была книга Андрея Анго «Математика для электро- и радиоинженеров». Мы за ней все гонялись, потому что не могли найти, не было переиздания. Вот, например, в библиотеке нон-фикшн она существует. Это такой классический, ну, не скажу учебник, это скорее такая книга научно-популярная, научно-научно-популярная. То есть очень хорошая такая книга, которую трудно было достать. Вот здесь я ее нашел просто в электронном виде и очень обрадовался тому, что нашел что-то знакомое. То есть вот в этих 50 тысячах книг есть довольно-таки замечательные книги, хоть и прошлых периодов, но современные, конечно, тоже есть. Вот, и те книги, которые в свое время считались дефицитными, и их трудно было найти. Да, я вот вижу, что меня здесь благодарят за сертификаты. Я так понял, что все-таки какие-то проблемы с сертификатами еще остались, но мы их решим в ближайшее время, и я лично отвечу тем, кто, у кого они еще, эти проблемы есть. Вот, да, я хотел, совсем забыл сказать, да, перед началом нашего вебинара о том, что две важные ссылки на, в самом верху нашего чата. Это первое из них на расписание наших вебинаров, второе на наш видеоканал на YouTube, где записи наших вебинаров появляются, в том числе и запись этого тоже ведется. Я хочу извиниться, у нас первая эта ссылка DirectAcademia.ru в настоящее время не функционирует. Я думаю, что вопрос нескольких часов, идут работы на хостинге, и нас предупредили, что несколько часов эта ссылка будет недоступна. Ну вот, просто тогда откройте эту ссылку не сейчас, а через несколько часов, и будет все нормально, можно будет записаться на все наши следующие вебинары. Да, и еще я хотел бы вам представить два наших следующих вебинара. Вот они. Завтра должен состояться вебинар Константина Костюка, который называется «Формирование электронно-книжных ресурсов на текущих образовательных рынках. Издательские тренды и стратегии». И послезавтра у нас очень интересный вебинар Дениса Ажигина. «Система автоматизированного проектирования, краткая история и обзор современных направлений развития». У нас, к сожалению, не часто в наших вебинарах появляется тематика техническая, но вот это один из тех случаев, когда мы коснемся технической тематики, расскажем о системах автоматизированного проектирования. В частности, Денис представляет компанию «Нанокат» российскую. Вот, возможно, кому-то из вас будет это интересно. Единственный нюанс, вот пока относительно завтрашнего вебинара нет уверенности, что он в это время будет проведен, возможно, он будет перенесен на другую дату. Вот пока я с Константином этот вопрос буду обсуждать сразу после нашего вебинара. Вот, ну, в любом случае он будет проведен, и при попытке перехода по ссылке, если вы уже зарегистрировались, вы получите информацию о том, когда этот вебинар действительно будет проводиться. Вот, специальные рассылки переносим и делать не будем, чтобы не чистить, не надоедать вам с рассылками. Ну, вот это вот, при попытке доступа там будет информация о том, когда он реально проходит. Ну, что ж, давайте пойдем дальше по нашей теме. Вот только некоторое количество библиотек, которые уже к нам подключились. Тут достаточно большой список, не буду их считать. Издательства, которые у нас представлены, это только небольшой набор логотипов. Разумеется, количество издательств гораздо больше, как я сказал, около 300. Ну, разумеется, наше собственное издательство, вот его логотип, представлено полным набором того, что мы издавали. Представлена также периодика. У нас, кстати, раздел периодики активно развивается в последнее время. Вот здесь написано, что около 300 актуальных тематических журналов с глубиной архива до 5 лет. Я думаю, что уже гораздо больше 300. Ну, не готов вам конкретную цифру назвать. Возможно, даже около 500 уже. Ну, и для лиц с ограниченными возможностями имеется более 2400 аудиокниг. Аудиокниги это... Ну, вообще, аудиокниги, конечно, интересны не только для лиц с ограниченными возможностями, но для них это очень важно, потому что этот способ ознакомиться с литературой, с электронной литературой, тогда, когда другими способами это сделать почти невозможно. Да, ну, известно, что для слепых имеются специальные книги с азбукой Брайля, но для электронных книг это все очень-очень сложно, поэтому есть вот такой вот состав аудиокниг, которые можно использовать. Та часть контента, о которой я очень люблю говорить, это тематические коллекции. Тематические коллекции в той или иной степени существуют во всех... Евгения Юрьевна, в конце вебинара расскажу обязательно. Тематические коллекции существуют во всех наших электронных библиотечных ресурсах в той или иной степени. Что они из себя представляют? Это профессионально подобранные подборки, тематические подборки книг и другого рода изданий, как я уже сказал, связанные с конкретной темой. Конкретно иногда узкая, иногда более широкая. Сейчас около 120 таких подборок существует. В каждой подборке от нескольких десятков до нескольких, до, наверное, полутора сотен где-то максимум книг. Эти книги представляют собой точечное попадание в тему. То есть, так как подбирали их специалисты, то там, соответственно, наиболее полное и наиболее точное попадание в данную тему. Соответственно, для тех, кому эта тема интересна, ну, например, для школьников, для людей, которые просто интересуются, или для тех, кто должны подготовить реферат по данной теме, неважно. Если у них есть точное или хотя бы примерное попадание в эту тему, то процесс поиска литературы уже произведен, и им остается из этих десятков книг отобрать то, что надо для чтения и почитать. Вот, ну, конечно, количество тем, наверное, меньше, чем возможно придумать, да, но основные темы, основные исторические темы, философские темы, гуманитарные темы точно здесь отражены. Есть и достаточно... Ольга Владиславовна, все расскажу в конце. Да, библиотека платная. И модель ценообразования я расскажу в конце. По вопросам религиозным, ну, вообще по общегуманитарным вопросам, есть и достаточно актуальные темы, связанные с современным положением в мире, политологии и так далее. Вот, ну, в некотором смысле есть некоторые пробелы у нас в технических темах, однако вот и математика тут присутствует, и многие другие вещи. Вот, поэтому я всегда с большим удовольствием рассказываю про тематические коллекции, не только в контексте данной библиотеки, но и в любом другом, потому что считаю это одним из лучших наших продуктов, ну, это, собственно, не отдельный продукт, а одним из лучших функционалов, который у нас реализован. Да, спасибо, Лариса Сергеевна, спасибо большое за ваше дополнение по поводу аудиокниг для слепых. Ну, наверное, это, да, действительно касается спецбиблиотек. Я не знаю, насколько это умеют делать публичные библиотеки, вот обычные публичные библиотеки, но думаю, что в любом случае аудиокниги окажутся востребованными. Внизу, в подвале сайта, имеются две инструкции. Инструкции для читателя, инструкции для библиотекаря. Инструкции для читателя, ну, очень прозрачно, в принципе, можно обойтись без нее, потому что интерфейс достаточно простой. Инструкции для библиотекаря доступны в том случае, если вы вошли под правами библиотекаря, то есть с привилегированными правами. Ну, там тоже ничего очень сложного. Сейчас я вкратце все расскажу, как это происходит. Итак, когда пользователь находит книгу, и эта книга в данном случае ему недоступна, он отправляет заявку. Вот, смотрите, у него есть вот такая вот кнопка «Отправить заявку». Это пока не читать. Да, сначала книжку можно полистать, и если она понравилась, то можно отправить заявку на ее подключение. Вот тут мы как раз и касаемся способа ценообразования на нашу библиотеку. Способ ценообразования, в отличие от всех остальных наших ресурсов, называется «Комплектование по требованиям». В чем суть этого способа? Суть способа заключается в том, что библиотека покупает нашу коллекцию, покупает доступ на некую предоплаченную сумму и сразу не выбирает те книги, которые ей необходимы. Выбор книг осуществляется по мере необходимости. Какая же это может быть необходимость? Часть книг из набора в 50 тысяч становится доступна, например, тогда, когда библиотекарь сам по своему желанию отберет эти книги в тот фонд, который по умолчанию открыт. Другую часть можно оставить за читателями. Например, когда ваши читатели попадают в наш интерфейс и ищут книгу, то оказывается, что какая-то интересная для них книга не попала еще в ваш фонд для открытого чтения. После этого он отправляет заявку. Эта заявка появляется в вашем личном кабинете библиотекаря. И после этого вы должны акцептовать эту книгу. Как происходит подтверждение, я расскажу чуть позже. После того, как вы эту книгу одобрили, цена этой книги списывается с вашего счета. С этого момента книга становится доступна не только этому читателю, но и вообще всем читателям на весь срок подписки на нашу библиотеку. Если какая-то сумма у вас осталась не списанной к концу вашей подписки, она переносится на следующий срок. Итак, давайте пойдем дальше. Что же происходит в кабинете библиотекаря? Как я уже сказал, вы можете поступить двояко. Какую-то часть книг вы можете сразу переместить в фонд, доступный для всех ваших читателей. Да, я совсем забыл сказать, что количество при подключении библиотеки вы можете заказать любое количество пользовательских логинов и паролей, пользовательских аккаунтов. В данной модели ценовой аккаунты не являются ресурсом. То есть вы за них не платите, вы можете заказать любое количество. Но они косвенно сказываются на скорости исчерпания ваших ресурсов. Например, если у вас огромное количество читателей, вы всем им раздали логины и пароли, то в какой-то момент они начнут конкурировать за книги в пределах той суммы, на которую вы подписались. Например, если вы подписались на 100 тысяч рублей, то истечение этой суммы может получиться до того, как истек ваш срок подписки, если у вас слишком много логинов и паролей. Поэтому тут надо поступать. Библиотекарь сам лучше знает, как ему лучше поступать, какое количество логинов и паролей надо запросить. Если не хватило, в любой момент можно попросить еще логины и пароли для слушателей. Коллеги, я одним глазом смотрю в чат. Давайте я постараюсь отвечать на вопросы в конце уже, особенно на те, которые текущего слайда не касаются. Я обязательно отвечу. Ну что ж, продолжу. Итак, есть три пути. Первый путь – это библиотекарь самостоятельно книги помещает в общедоступный фонд и при этом сразу сумма списывается с вашего счета. Второе – это вы выставляете порог одобрения заявки на подписку. Вот он здесь и вот в увеличенном виде. Этот порог с шагом в 100 рублей вы можете выбрать вот здесь. Сейчас я вам покажу, как это в увеличенном виде происходит. Вот в этом списке. Что это означает? Это означает, что дешевые книжки вы можете не акцептовать, а по умолчанию сделать доступными. То есть при первой попытке доступа к дешевой книге, например, вот в данном случае до 600 рублей ценой, это цена издательства, цену определяет издательство, да, это цена доступа для вашей библиотеки. Это не цена бумажного экземпляра, просто, чтобы вы знали, да, а цена в этой ценовой модели. Так вот, все книги дешевле этого будут тогда автоматически акцептоваться, и вам не понадобится делать это вручную. Если книги входят вот в этот ценовой диапазон, то тогда вам придется в своем личном кабинете сделать это, отказать, либо согласиться на эту книгу. Итак, что происходит, когда человек отправляет вам заявку? Вот вид вашего кабинета-библиотекаря, и в этом кабинете есть важная колонка, важный столбец, вот он, который называется «Статус». И здесь вы видите все статусы всех книг, которые были запрошены. Вот мы видим, что, допустим, первая книга «Есенин. Публицистика» одобрена. Есть одна книга, которая отклонена. Вот она. Ну и две книги в настоящий момент ожидают вашего одобрения. При нажатии на галочку они одобряются, при нажатии на крестик они отклоняются. Вот все три статуса, вот в увеличенном виде вы видите, все три статуса, которые существуют. Это отклоненная книга, одобренная книга и книга, которая ожидает вашего решения. Соответственно, тот порог, который вы ставите, если вы его ставите, он определяет, как много книг будет находиться в стадии ожидания и как много вам работы предстоит сделать. Возможно ли те тестовый доступ? Да, сейчас я об этом расскажу. В конце уже к этому подходит наша презентация сегодняшняя. Библиотекарь может видеть некоторую статистику. Вот вы видите, это статистика по книгам. Надо установить начало периода и конец периода. Это вы можете сделать самостоятельно. Не обязательно это весь период вашей подписки. Можете установить, например, последнюю неделю или последний месяц. И здесь вы видите, какие книги наиболее популярны. Эта информация очень удобна для того, чтобы понять, какие книги попали в список случайно, а какие книги пользуются реальным спросом. Соответственно, при последующем продлении подписки станет ясно, какие книги может быть с самого начала включить в закупленные ресурсы, а какие временно исключить и посмотреть, будут ли к ним в дальнейшем обращаться люди или нет. Потому что, может быть, в следующем месяце совсем другие книги будут пользоваться популярностью. И надо иметь возможность понять что-то. Не только про эти книги, про которых все понятно, они пользуются высокой популярностью, но и в длинном хвосте вот здесь, какие книги нужны и в какие периоды, а какие книги не нужны. Вот для этого служит статистика. Вы всегда можете посмотреть полный набор книг, полный набор книг, который вошел в фонд. Вот здесь. Ну и здесь можно произвести ранжирование по любой характеристике, по автору или по названию. также можете отфильтровать по какому-то параметру, например, по названию или фамилии, имя, отчество автора и по виду. Вот здесь вот отщелкивающийся такой список по виду, например, книги, периодика или аудиокниги. Ну и, наконец, вы можете получить полный список ваших читателей. Это те, кто имеют логины и пароли и управлять этими читателями. Например, кого-то из читателей удалить из системы по какой-то причине, а кого-то добавить. Эта информация, как, кстати, забыл сказать и все предыдущие, они доступны также в виде выгрузки в файл Excel. То есть, вы можете это выгрузить в Excel и уже потом сортировать и анализировать средствами таблицы. То же самое можно сделать и вот здесь со списком фонда и вот здесь тоже, вот видите, есть выгрузка в Excel. Доступна мобильная версия сайта, то есть, вашим читателям не обязательно не только находиться в библиотеке, но и не обязательно находиться у своего стационарного компьютера. Читать можно также и с мобильной версии. Мобильная версия, да, где-то я тут, мобильная версия вызывается очень просто, просто надо добавить букву M, к библиоклубу, к адресу, то есть, если было libbiblioclub.ru, стало mlibbiblioclub.ru. И дальше все то же самое, вы входите в систему и читаете хоть с телефона, хоть с планшета или с какого-то иного гаджета. В данном случае это мобильная версия сайта, но вот до конца года готовится специальное мобильное приложение, в котором все будет еще более удобно организовано. Ну и наконец, по поводу получения доступа, для публичных библиотек пробное включение до конца года на сумму 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей это означает, что вот такой вот пробный бонус у вас, то есть, на эту сумму вы сможете набирать книги по принципу комплектования по требованию, о котором я для вас который я только что пояснил. Для того, чтобы подключиться, вам надо связаться с нашей компанией, направить заявку на вот этот наш общий адрес менеджер DirectMedia.ru указать название библиотеки, фамилию контактного лица, мейл, телефон или какие-то иные. Да, и количество пин-кодов, которые вам надо, количество аккаунтов, которые вам необходимо. С нашей стороны менеджером проекта является Алексей Архангельский. В принципе, можно звонить и ему для подключения. Либо если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, например, вопросы по конкретному контенту и так далее, то можете к нему тоже обращаться. Он вам подробно расскажет об этом проекте, о нюансах подключения, о пробном сроке, который может иногда изменяться. в настоящий момент действует вот этот срок до конца года. У нас каждый раз пробный срок меняется в зависимости от того, когда вы подключаетесь. В начале следующего года тоже какой-то пробный срок будет на 3 месяца, например. Вот пока действует такое правило до конца года и на сумму 10 тысяч рублей. Вот коллеги, вот собственно и все. Сегодня у нас очень короткий продукт простой. И сейчас я попробую посмотреть, какие вопросы были мне здесь заданы. Так, я вижу, что Евгения Юрьевна спросила, что их ВУЗ подключен к университетской библиотеке, но как нашим читателям попасть в нонфикшн? Евгения Юрьевна, вообще говоря, продукты эти во многом пересекаются, поэтому если ваш ВУЗ подписан на университетскую библиотеку онлайн, то на большинство книг ваши студенты и так имеют доступ без всех этих способов, о которых я рассказал. Если же у вас есть еще какая-то публичная библиотека, вот для нее это можно сделать. Нюансы, связанные с тем, когда одно юридическое лицо хочет подключиться к разным нашим продуктам, вот это как раз тот нюанс, по которому лучше всего обратиться к Алексею Архангельскому, он вам подробнее об этом расскажет. Как быстро найти детскую литературу? Вы знаете, я думаю, что к детской литературе лучше всего вообще я считаю, что универсальный ответ это по поиску, да, ну, можно, конечно, воспользоваться и рубрикатором, детская литература, конечно, у нас больше сосредоточена в другом нашем продукте, который называется Библиошкола, но здесь она по идее тоже должна быть. Вообще все вопросы связанные с наличием того или иного контента, это вопросы такие, я просто не помню все там 200 тысяч наименований, как я посмотрю, если вам конкретно нужна детская литература, вот мы с Алексеем Архангельским готовы это вот, но только мне не в реальном масштабе времени посмотреть и вам все это рассказать. Так, по поводу тестового доступа я ответил, как проект работает с библиотеками для слепых, как с публичными библиотеками, вы знаете, у нас отдельного продукта для слепых нет, мы просто стараемся в каждый наш продукт вставить возможности для слепых, но пока у нас не было возможности сделать конкретный продукт для слепых, да, и в общем и вопросов не было, хотя вопросы как у вас примерно были, да, давайте так поступим, если у вас есть вопросы по подключению для слепых, да, давайте вот мы с Алексеем этот вопрос постараемся как-то решить, я ему ваш вопрос пошлю по скайпу, чтобы он посмотрел и ответил на него, может быть он тогда лично с вами свяжется и ответит. Наверное стоит, да, выделить отдельным блоком, я опять же нашим разработчикам эту идею дам, да, ну хотя на самом деле у многих Людмила Анатольевна, а вы представляете детскую библиотеку, детскую библиотеку наверное потому что конечно есть разные способы выделения разделов по разным признакам и тут вот как бы как бы не переборщить потому что когда слишком много разделов то тоже функционал функционал рубрикатора при этом не всегда улучшается да понятно понятно ну я такую идею подам наверное наверное она разумна да возможно возможно так так коллеги есть ли у вас еще вопросы какие-то да я хотел бы вам сказать что вот тестовый доступ да возможен вот вот по этому адресу напишите письмо и вас или прямо вот обратитесь к вот прямо по этому телефону сейчас позвоните к Алексею он на работе он он сразу вам сделает тестовый доступ вот ну что коллеги спасибо я да тестовый доступ ничего для вас не стоит поэтому я считаю что можно им воспользоваться даже в том случае если вы пока сомневаетесь да и просто попробовать протестировать если понравится если тот контент который там есть вам интересен то тогда наверное имеет смысл нам сотрудничать уже по полной программе сроки тестового доступа вот здесь я написал в настоящий момент до конца года то есть еще вот примерно три месяца два с половиной ну для того чтобы принять решение вполне достаточно я думаю вот коллеги ну что ж тогда наверное наш сегодняшний вебинар я еще немножко подожду ваших вопросов возможно они будут да ну кратко потому что краткий очень просто этим сервисом пользоваться поэтому кратко не все не весь функционал у нас трудный в изучении да поэтому и вебинар краткий ну что ж да я также вас призываю если кто-то из ваших коллег не смог сегодня прийти на вебинар рассказать ему о том что запись будет на нашем канале пусть приходят посмотрят нашу запись и тоже обращаются за тестовым доступом коллеги спасибо за то что вы сегодня пришли я рад что наша вебинарная комната сегодня почти наполнилась почти на полную нашу сотню которая у нас является допустимым пределом да значит можно ли презентацию выложить в общий доступ да можно ой извините пожалуйста я забыл это сделать сейчас я вот галочку делаю и вот она в общем доступе эту презентацию как всегда можно скачать и использовать в собственных интересах со ссылкой на директ-медиа и на авторопрезентации вот и все да хорошо я понял по поводу детского блока вот я эту информацию передам нашим разработчикам может быть они этот вопрос каким-то решат как-то решат почту какую почту вам галена на какую мою или или Алексея вот моя почта умц директ-медиа ру очень простая запомнить только три три буквы и умц учебно-методический центр а дальше как везде все коллеги я вижу что вопросы истощились поэтому мы завершаем наш вебинар до свидания до встречи на наших вебинарах которые проводятся почти каждый день до свидания до новых встреч и до новых встреч Продолжение следует...